В этом году торжества по случаю 30-летия со дня смерти Элвиса Пресли, само по себе слово сочетание торжества по случаю дня смерти, в общем, как звучит, ябольно странно, тем не менее, именно так об этом и называют, необычно многолюдны. Ожидается около 700 или 800 тысяч человек в год, в то время как в обычные года здесь бывает около 400-500 тысяч человек, то есть в этом году в два раза больше. Это аллея, которая ведет от дома Элвиса Пресли. Дом Элвиса Пресли, к сожалению, отсюда практически не видно. Эта аллея специально сделана как такая аллея памяти, поскольку она ведет к могиле Элвиса Пресли. Почему Элвис Пресли похоронен в собственном саду? Об этом я сейчас расскажу чуть попозже, когда мы дойдем до могилы. Здесь стоят венки от разных фанатских обществ по всему миру. Франция, Канада, Япония, из России ничего не вижу. Несмотря на то, что Элвис Пресли умер, даже после смерти он остается одним из самых прибыльных певцов, которые из ныне не живущих, вступает только Курту Кобейн. Он приносит ежегодно около 40 миллионов долларов прибыли, в основном на сувенирах. Типа этого говорят, что это любимые очки Элвиса Пресли. Видно через них не очень, но все-таки это некоторое данное Элвис Пресли. Так вот, а дом, где жил Элвис Пресли, поместье Греслин, является до сих пор вторым по посещаемости дом в Соединенных Штатах. На первом месте Белый дом. Вот она могила за моей спиной. Вы видите там голубой бассейн с фонтаном. К сожалению, саму могилу нам снять не разрешают, видимо, потому что могила была перенесена сюда. А история такова. 16 августа 1977 года Элвиса Пресли умер и был похоронен на городском кладбище, как все остальные люди. Но после нескольких отчаянных попыток каких-то сумасшедших фанатов выкрасть тело своего кумира, тело, гроб Элвиса Пресли был перенесен сюда, в сад для медитации, который Элвис Пресли построил в 1965 году. Таким образом, теперь здесь уже похоронен и Элвис Пресли, и его мать, и отец, и даже бабушка. Получился такой фамильный почти склеп. Антон Вольский, телекомпания НТВ, Грэйсленд.